поймай меня если сможешь говорят нам негативные мысли роящиеся в нашей голове и сегодня мой совет дня как раз про то как поймать навязчивые мысли и что с ними делать потом всем известно что человек состоит из трех частей мыслей чувств и действий если с чувствами человеку сложно совладать так уж мы устроены то научиться мыслить и действовать по другому нам точно под силу но многие ли из нас обращают внимание на свои мысли а ведь то о чем мы думаем может помочь нам делать верный выбор действовать конструктивно и свободно ориентироваться трудных жизненных ситуациях вот простой пример вы понимаете что завтра ответственный экзамен и первая мысль у вас ужас кошмар я так волнуюсь что я все забуду обязательно как всегда это обычно со мной такое происходит это пример негативные установки которая точно не продвинет вас вверх к успешному результату ну что же делать сесть и записать все эти негативно окрашенные мысли на бумагу пока они не заставили нас действовать во вред себе записываем затем произносим их вслух и размышляем а чтобы мы ответили если бы другой человек сообщил нам такое многие из нас способны легко опровергнуть негативные мысли других людей свой собственный негатив мы часто воспринимаем как что-то очевидное я точно провалюсь я такая глупая все забуду ничего у меня не выйдет если так сказала не я а моя подруга я бы возразила что она сильно преувеличивает теперь как только вы подумаете о том что вам не нравится остановите свой внутренний диалог уже точно знаете что ваши любимые катастрофические мысли не соответствует действительности поэтому нужно их заменить положительными важно чтобы это положительная мысль не было излишне самонадеянный потому что люди часто путают самоуверенность и уверенность в своих силах хорошо что я заранее знала расписание экзаменов скажите себе потрачу сегодня дополнительное время на то чтобы пройти самые сложные темы высплюсь и завтра у меня все пройдет на хорошем уровне вот пример правильной положительной установки